я вас приветствую в этом видео в этом видео пойдет речь о плагине для wordpress плагин предназначен для людей с ограниченными вашим возможностями это и смена цвета монохронный режим черно-белый режим увеличение шрифта межсрочного межбуквенный интервал подчеркивание блоков и других режимов у меня уже было видео недавно я рассказывал об этом плагине на joomla так как данный плагин создан и на joomla и на wordpress от известных разработчиков dj extensions.com кто не знает у меня уже было очень много уроков об их них расширениях на joomla в этом же видео пойдет речь об этом удивительном плагине специальные возможности именно на wordpress данный плагин тесно интегрируется с темами от you тем и давайте в этом видео взглянем на настройки данного плагина меня зовут фёдор васильев и подробности в этом видео итак плагин специальных возможностей для wordpress сейчас перед вами открыта страница разработчика это dj extensions.com те кто за мной давно следят видели что я выпустил достаточно много уроков о различных расширениях для joomla от данных разработчиков это доска объявлений dj классы field это каталог интернет-магазин диджей каталог 2 медиагалерея и другие расширения от данных разработчиков перед вами сейчас это совершенно новое расширение новый продукт который доступен и на движок джума 3 и на джума 4 и на wordpress для тех кому интересна информация о джума с данным плагином то у меня уже есть видео об этом в этом же видео именно будем рассматривать данный плагин на wordpress данный плагин нужно отметить имеет интеграцию с шаблонами you тем это контора которая выпускает быстрые конструкторы шаблонов как и на wordpress так и на джума здесь перед вами скриншот открыт это как выглядит данный плагин то есть это маленькая иконка по клику по которой будет открываться вот такое вот окно в сборке с различными полезными опциями для людей с ограниченными возможностями то есть это монохронный режим этой темный режим этой цветной режим подчеркивания выделение объектов увеличение шрифта увеличение сайта целиком и другие возможности очень удобный плагин я еще таких не видел то есть я видел какие-то отдельные элементы например просто увеличение шрифта или просто смена цвета в dark темный или light светлый а тут собрано все что может понадобиться человеку чтобы комфортно читать контент на сайте а данный плагин естественно платный давайте на него посмотрим здесь все на английском языке плагин тоже является в переводе к сожалению он не переведен на русский язык но в принципе им и так можно пользоваться без перевода страницу разработчиков вы можете перевести через браузер хром браузер хром автоматически переводит страницу на русский язык вы можете видеть что здесь написано есть документация можно сразу посмотреть и цена 35 евро стоит данный плагин с поддержкой на 6 месяцев и на один домен и здесь нужно пояснить вы можете купить самый дешевый вариант так как есть это за 55 долларов и полный анлим за 328 долларов что на мой взгляд это просто космическая сумма но на самом деле один домен это имеется ввиду плагин вы можете использовать на неограниченное количество доменов но лицензию применить вы сможете только на один домен и техническую поддержку от разработчиков вы сможете получать купив вот этот мини тариф только на один домен ну а использование без ограничений то есть здесь нет ограничений на домены можно даже лицензионный ключ не вводить если вы один раз купили например данный плагин скачали его отсюда установили он уже будет работать даже без ввода лицензионного ключа давайте посмотрим как выглядит данный плагин на wordpress я посмотрю свои загрузки на момент записи видео то есть у меня есть плагин и для джума и для wordpress я перейду wordpress и последняя версия это 101 версия вот мой тестовый сайт смотреть мы будем с вами именно в связке с элементар конструктором страниц на wordpress потому что очень много людей используют этот конструктор и здесь как раз таки нас могут ждать какие-то проблемы например несовместимости плагинов элементар и вот этого плагина со специальными возможностями я специально это буду показывать здесь с элементар чтобы показать вам что все прекрасно работает это говорит о том что если вы будете использовать какой-то простой шаблон для wordpress скорее всего там никаких проблем не будет вот так это выглядит вот такая маленькая иконочка зафиксированная при прокрутке всегда видно единственное что у меня шапка здесь зале залипает в элементар поэтому возможно здесь может быть проблема то что не видно этой иконки но возможно эту иконку можно вынести в другое место то есть ее можно и вниз убрать эту иконку чтобы не мешало шапки а так изначально вот она есть при на клике сюда вот мы видим все эти возможности переключение режима то есть это сайт на элементар вы видите что все работает вот например черно-белый режим вот такие вот режимы давайте посмотрим просто для того чтобы глаза не уставали да вот так вот затемнение я уже все тестировал хочу сказать что все здесь работает то есть просто можете поиграться посмотреть вот эти нижние ползунки по плюсу вы можете просто увеличить полностью размер сайта полностью то есть и шрифт увеличивается дальше фон сайта это увеличение именно текста всего текста на сайте дальше межстрочный интервал у текста на сайте и межбуквенный интервал причем вы можете вот так вот закрыть окно гулять по внутренним страницам сайта wordpress и это все будет сохраняться пока вы не нажмете вот здесь вот иконка сброса есть иконка сброса это как все выглядит уже готовым в готовом варианте на фронтальной части сайта как я уже сказал если вы были какие-то проблемы с элементаром конфликт например то например вот эта иконка бы не кликалась то есть она бы не показала вот это окно но в данном случае я не вижу никаких проблем и значит скорее всего с любой темы wordpress это будет работать не забывайте что данный плагин имеет еще тесную интеграцию с темами от ю тем это значит в ю тем будут свои настройки точнее те же самые настройки чтобы этом и плагине просто настроить это можно будет через ее тем в уроке про думала я подробно об этом показал теперь давайте проверим сами возможности плагина что он умеет после установки активации данного плагина мне появляется здесь вот своя позиция переходим сюда первая опция это выбор например кастом позиции если мы ее здесь выбираем некоторые опции прячется если мы сохраним настройки пойдем на сайт обновимся то мы не увидим иконки то есть плагин включен но иконки нет это нам позволяет выставить вот эти элементы управления в любом месте на сайте это может быть статья отдельная статья на какой-то внутренней странице то есть мы переходим на страницу wordpress статью и там размещаем данные кнопки то есть возможно кому-то это нужно именно где-то отобразить а не на сквозной элемент на всем сайте как изначально это было об этом нам говорится вот здесь в подсказке если вы выбираете кастом позиция то вы копируете вот этот шорткод и вставляете в любом месте на странице или в статье где-то где нужно отобразить вот эти иконки управления вот этими всеми монохронными темными режимами я возвращаю стики вариант следующая опция попап это вот то что мы с вами видели иконка а если выбран тул бар нажмем сохранить давайте посмотрим что это даст это появляется вот такая вот полоса всеми же опциями вы видите все меняется только это вот в таком виде иконка сброса тоже работает то есть как вам больше нравится я верну как было дальше dark темный light светлая сама панелька как вы хотите чтобы она была в каком цвете сейчас вот вы видите она у нас светлая я ставлю темный вариант позиция где отображать несколько позиций изначально у вас это top right наверху справа есть top left это наверху слева давайте посмотрим убедимся что все работает вот иконка отображается все элементы также видны что мне здесь еще понравилось что здесь есть такая вот опция изначально вас будет не зажата зажимаем птичку это use mobile position то есть выбрать свою позицию на мобильных устройствах скажем вот эта иконка на компьютерной версии смотрится хорошо но если мы заходим со смартфона в этом же месте если она будет располагаться например нам неудобно не нравится она например перекрывать что-то ночью хотим поменять позицию ставим галочку и выбираем я например выберу button это снизу button left button right или просто button давайте сохранить обновим сайт на компьютерной версии она там где должна быть я посмотрю через имитацию мобильного устройства обновлюсь и вот здесь все работает видите она ровно по центру батон то есть это снизу вот эта иконка скажем здесь мне было бы удобно вот она отображается нам на мобильной версии тоже хорошо скажем в прошлом видео про джумала там был нет некая проблема на мой взгляд не работает вот эта опция позиция мобильная позиция расположения а в wordpress и в данном случае с этим плагином все хорошо следующая опция это отступы по 20 пикселей слева и сверху вы можете видеть что вот эта иконка находится с некими отступами сверху и справа вы можете либо уменьшить либо увеличить эти отступы как вам больше нравится например эта иконка что-то перекрывает и нужно немножко подвинуть можно это сделать ну и конечно же замена вот этой стандартной иконки если у вас видение и какая-то своя иконка то вот отсюда button вы можете загрузить через медиа менеджер свою иконку совет только дам чтобы эта иконка была векторная формате svg и вот сразу вам хочу показать то что изначально уже было в принципе проблемой если в вашем случае как у меня шапка зафиксирована всегда в элементаре при прокрутке мы вот эту иконку не видели с вами да она была пряталась под шапкой видите это можно решить чтобы она все равно была поверх я показываю как вы в плагине выбираете кастом позиция и нажимаете сохранить копируйте вот этот код отсюда открываете в режиме редактирования вашу страницу заходите в колонку ищите шорткод перетаскиваете его в колонку и здесь в шорткоде размещаете этот код и нажимаете обновить страницу и получается вы как бы внедряете этот плагин в саму шапку чтобы она эта иконка была всегда поверх это одно из вариантов решения данной задачи здесь уже шапку можете построить сделать там ее на всю ширину если эта иконка у вас близко находится слишком в общем здесь у нас с вами все работает на этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео пока пока друзья